Великая Отечественная война 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 Идеологемами являются руководящими принципами, которые они готовы исполнять, несмотря на какие-либо исторические реалии. Поэтому установка памятника НЖД на самом деле есть символ того, что нынешнее политическое руководство Армении принимает на себя ответственность за все преступления армянского национализма, которые были совершены на территории бывшей Российской империи. И более того, поддерживают все те экспансионистские, все те агрессивные планы. Вернемся на 110 лет назад. Год 1902. Русский царь Николай II издал указ о конфискации имущества армянской церкви и о закрытии армянских школ. Наложен запрет на деятельность армянской церкви. Русская православная церковь предает ее анафеме. В 1903 году была экспроприирована собственность армянской церкви. Что же случилось? Что Николай II пошел на сколь радикальные меры, вопреки политике своего деда Николая I. Дело в том, что накануне первой русской революции во многих армянских церквях и приходах по всему Кавказу были обнаружены тайники оружия, боеприпасов и легальные типографии. Царское самодержавие поняло, что так называемые стихийные волнения на Кавказе управляются из-за рубежа и осуществляются через армянские организации, главным образом через Дашнак Цутюн. О злодеяниях четников и террористов с болью писали родители русского дела на Кавказе Величко, член-корреспондент Императорской Академии Наук Капчелев, доктор церковной истории Анинский, известный кавказовед Конадеев, редактор газеты «Московские ведомости» профессор Будилович и другие. Но сегодня эти авторы мало цитируются. А теперь оглянемся на 130 лет назад. На сей раз другой царь, Александр Третий, принял решительные меры против армянского национализма и в 1882 году дал соответствующие указания министру внутренних дел Толстому. В конце 80-х распоряжением правительства почти все армяне были уволены с высоких государственных должностей. В 1885 году было закрыто 160 армянских приходских школ. В марте 1889 года вышел царский указ об исключении истории и географии Армении из школьных учебных планов. Эти жесткие меры были адекватным ответом на коварные намерения Дашнаков подорвать устои российской государственности. Нападение армянских террористов из партии Дашнак-Цутюн на царских чиновников вынудило Николая II запретить деятельность Дашнак-Цутюна. И долгое время партия была вне закона. С вступлением на должность генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева армянские террористы получили карт-бланш и Кавказ в конце 80-х стал с точностью напоминать потопленный армянскими террористами в крови Кавказ начала 20-го века, за что тогда Николай II запретил армянские организации и церковь. В 1988 году на этой крови офис Дашнак-Цутюн переехал из Афин в Ереван, и это событие было торжественно преподнесено по программе «Время» главному рупору советского государства. Таким образом, партия, запрещенная за систематическую подрывную деятельность против российской государственности, вернулась на политическую авансцену Российской империи в канун развала СССР. На территории бывшего Советского Союза, со стороны официальных властей России, всегда была болезненная реакция в отношении любых попыток, особенно монументальной пропаганды пособников гитлеровцев. И если это героизируется и этому ставится в памятник, это безусловно пощечина России. Однако при открытом осуждении одних, другие члены российского общества решили хранить молчание. В самой Армении осудить установку памятника нацистскому преступнику некому. В этой республике отсутствует русская диаспора. С 90-х годов прошлого столетия русские были вынуждены покинуть Армению. Русские школы также постепенно закрылись. В соседнем же Азербайджане русская община – одна из самых больших в республике – около 150 тысяч человек. Ее представители не остались равнодушными к армянской пропаганде фашизма. Глава общины Михаил Забелин в своей статье на страницах газеты «Комсомольская правда» призвал всех ознакомиться с фактами военных преступлений НЖД. Российские официальные структуры, включая посольство Российской Федерации в Армении, хранили и хранят молчание. Не встретили никакой официальной реакции съемки биографического фильма о НЖД с участием российских кинозвезд. И это официальное молчание настолько воодушевило последователей НЖД в армянской диаспоре, что несколько лет назад была предпринята попытка поставить ему памятник на территории России, в том самом Владимирском централе, где он окончил свои дни. Но благодаря протестам общественности и ветеранов Великой Отечественной войны, затея была сорвана. Но то, что не прошло в России, с успехом можно реализовать в Армении, где теперь горы Гену ЖД открыли помпезный памятник рядом с правительственными зданиями в центре Еревана. Можно ли представить себе более откровенный пример не реабилитации, а героизации пособников Гитлера? И самое печальное, что это далеко не единственный пример роста русофобии в этой стране, считающийся союзником России и получающий от нее множество преференций. Так вот, эта статья как раз таки и была направлена на то, чтобы раскрыть глаза многим политикам в России на действия Армении, на то, что происходит в Армении, что Армения фактически является политикой, во всяком случае Армения, является двуличными политиками, заверяя Россию о своей приверженности историческим фактам, историческому прошлому и связям с Россией. Они делают все обратное, на деле. И там же я в статье привожу примеры, когда заявляют, что Армения оплот России, что Армения такая, знаете, раскинула объятия в адрес России. В то же время, вы посмотрите, там вытесняется русский язык. Оттуда практически все русские уехали. Там нет русских школ на государственном углу. Официальный предстоитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя открытие в центре Еревана памятника идеологу армянского фашизма Гарегин Унжде, отметила, что в Москве не понимают мотивов этого демарша армянских властей. Все прекрасно знают наше отношение к каким-либо формам, так сказать, формам возрождения, героизации, любых проявлений нацизма, неонацизма, экстремизма. Тоже все хорошо знают это отношение, зафиксированные в международных документах. Для нас непонятно, почему установлен памятник, указанный памятник. МИД России четко дал понять, если в Армении не придают значения ключевым аспектам общей истории, то при оценке подобных действий Москва не собирается принимать во внимание союзнический характер отношений с Ереваном. При этом, как и прежде, мы будем давать свою оценку вещам, которые, на наш взгляд, несовместимы с памятью героев Великой Отечественной войны, регулярно, вне зависимости от какой-либо политической конъюнктуры. В Ереване позиция Москвы была воспринята однозначно. Россия не вправе судить о героях армянского народа. Вице-премьер армянского парламента даже озвучил оскорбительное сравнение, заявив, что Горегин Жде такой же национальный герой армянского народа, как и Александр Невский и генералиссимус Суворов для российского. Еще жестче на слова Марии Захаровой отреагировали депутаты Армении. У Армении есть свои герои, свои исторические образы, своя история. И чей памятник, где и когда устанавливать, исключительно дело Республики Армения. Пускай смотрят на себя, на свои памятники, на свою историю. Только мы являемся хозяевами своей истории. В разных городах России устанавливаются памятники Иосифу Сталину. Человеку, при власти которого десятки миллионов людей были сосланы и убиты. Чье правительство подписало пакт Молотова-Риббентропа. И который в 1939 году одновременно с Адольфом Гитлером напал на Польшу и начал Вторую мировую войну. Кроме того, пока Россия объявляет себя мировым лидером в борьбе с нацизмом, проявление нацизма в этой стране с каждым годом приобретает более широкое распространение. Так, например, в России от рук российских и неонацистских преступников в 2014 году погибли 27 и получили ранения 123 человека. В том же 2014-м, когда российские телеканалы кричали о национализме и бендеровцах в Украине, в этой стране не произошло ни одного убийства на национальной почве, а число раненых в результате нападений националистов составило всего 24 человека. Более того, каждый год, 4 ноября, в разных городах России проводятся так называемые русские марши, в ходе которых не только звучат российские лозунги, но и открыто используется фашистская символика. Это то, что невозможно представить ни в одной цивилизованной стране мира. Ни в Европе, ни в Украине, ни в Южном Кавказе невозможно выйти на шествие с фашистской символикой и приветствовать друг друга нацистскими жестами, тогда как в многих российских городах подобное зрелище наблюдается каждое 4 ноября, причем с позволением местных властей. И пока Кремль пытается найти несуществующие проявления фашизма в Украине, в Европе и даже в Армении, международные органы по борьбе с расизмом заявляют, что российские власти финансируют некоторые из 50 российских организаций в этой стране и никакой реальной борьбы против увеличения масштабов проявления фашизма не осуществляют. Не знаю я армян порядочник, вот не знаю. Вы уж извините, прямой текст такой. Отвечаю за свои слова. Только выгода, только хитрость, а если что-то не так, и будет и подлость, и все остальное. Реакция российских депутатов не заставила себя ждать. Максим Шингаркин подготовил официальный запрос на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова, требуя применить дипломатические меры в отношении руководства Армении. Если мы говорим о постсоветском пространстве, если мы говорим о героизации Бандеры, то почему мы не говорим о том, что в центре Еревана тоже ставится памятник тому, кто, в общем-то, возглавлял легион армянский СС. Январь 1977 года. Москва. Асала взорвала московский митрополитен, продуктовый и продовольственные магазины. В результате теракта погибли 7 человек, около полсотни были ранены. А этому делу были обвинены и приговорены к смертной казни Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Этот случай стал единственным, когда армянские террористы были казнены. Комментировал его и экс-глава 5-го управления КГБ СССР Фёдор Бабков. Об этом он писал в своей книге «КГБ и власть». Мне стало известно о странном поведении председателя КГБ Армении Юзбашьяна. Он тщательно скрывал от руководства КГБ СССР информацию о действиях в республике представителей Международно-армянской террористической организации «Армянская секретная армия освобождения Армении» Асала. Именно этой организации принадлежит разработка взрывов в московском метро. Армения – одна из редких стран мира, где на государственном уровне пропагандируется и поддерживается идеология терроризма. По случаю 50-летия со дня рождения террориста организации «Асала» Монте-Мелканяна в Армянской республике проводились праздничные мероприятия. В Армении он объявлен национальным героем. Именем Мелканяна названы военные училища, школа, улица и музеи в Ереване. Для прояснения деталей личности Мелканяна достаточно просмотреть армянские сайты, которые не скрывают его принадлежности к одной из самых известных террористических организаций 20 века. Вот только совершенные им теракты армяне именуют не иначе, как подвигами Монте-Мелканяна. 3 июля 1994 год. В Бакинском метрополитене между станциями 28 мая Янчлик произошел взрыв во втором вагоне электропоезда. В результате террористического акта погибли 13 человек. 42 были ранены, в том числе женщины и дети. Так, в 1988-1993 годах в результате военной агрессии Армении погибли 20 тысяч азербайджанцев. Более 100 тысяч были ранены, а 50 тысяч, получив ранения различной степени тяжести, стали инвалидами. Каждый должен помнить об этой трагедии и извлечь из этого урок. Это нужно для того, чтобы весь мир знал, что довелось пережить азербайджанскому народу. Пусть все знают, какими чудовищами и бандитами являются армянские оккупанты. Пусть все знают, какими чудовищами и бандитами являются армянские оккупанты.